Привет, друзья! С вами снова Международный Гроссмейст Роман Овечкин. Сегодня начинаю новую рубрику, которая будет тоже, конечно, состоять из памятных партий, но на этот раз партия, которую мы рассмотрим, не принесла мне успеха. Она была сыграна 18 мая 1989 года во втором туре чемпионата города Свердловска, когда, по-моему, он еще не был переименован в Екатеринбург, с моим будущим другом, старшим братом одного из моих постоянных партийников в юношеских турнирах. Итак, белыми играл Роман Овечкин, а черными Владимир Авгеньенко. Трагически погиб несколько лет назад, старше меня на 13 лет. Очень много нового для себя и интересного в плане шахмат. Я почерпнул именно, общаясь с ним. Ну, как-то вот партии со своими погибшими друзьями я буду обязательно комментировать. Итак, в молодости я очень любил играть королевский гамбит и не испугался во втором туре чемпионата города. Когда партия из первого тура была отложена в сложнейшей позиции, то выйти этим дебютом против опытного кандидата в мастера. Ну, мой противник, естественно, этот гамбит принял. Хотя, скажем, вот я и Игорь Ильич Лысый, как самое простое решение, в своих книжках даем ход Д5. И вот эта позиция, она, на мой взгляд, бесперспективна для белых. То есть у черных очень свободное развитие. Именно не Е4, контргамбит Фолькбейра, а ЕФ. С пешкой Д5 черные справятся, они сыграют конь Ф6. Если потребуется, ходом С6 ее разменяют. Но мой противник сыграл иначе. Ход ЕФ, на самом деле, многие шахматисты считают сильнейшим. А здесь самым принципиальным в этом случае, конечно, является ответ G7-G5. Впрочем, у черных много интересных возможностей. В частности, в этой партии мой противник преподал отличный урок на тему того, что даже такой непритязательный ход, как слон Е7, способен поставить немало проблем перед белыми. После слон С4, кони Ф6, белые играют вроде бы достаточно логично. Борются за центр. Пространство захватили. Рокировали. Готовятся атаковать по линии. Пешку Е5, конечно, не зевнули. Но вот после Д5 выяснилось, что моего класса на тот момент вообще не хватало ни на что. И какие-либо позиционные проблемы, вот первые же позиционные проблемы, которые вставали передо мной, решались неудовлетворительно. То есть, ясно, что в этой позиции белые вынуждены бить на Д6, чтобы слон С4 играл. А после хода слон Д3, черные просто защитили пешку Ф4. Но мне казалось, что черные занимаются какой-то ерундой. Я же вот сейчас укрепил пешку Д4. И теперь, сгоняя коня на конь А6, белые в духе королевского гамбита разобьют структуру. И после Ж4, конь Ж5. Отнимут пешку Ф4. И у них все будет прекрасно. Ну, последовало совершенно неучтенное мной в предварительных расчетах H5. Выясняется, что, ну, как бы, коняч белые вынуждены бить. А что им еще делать? Иначе зачем они на него нападали? А после HG, HG, скрылась линия H. Давайте я немножко стрелочек тут порисую. Линия H. Вскрылась очень мощная пешка на Ж4 оказалась. А главное, у белых выключен из игры, что я их желтым, красненьким помещу, целый ферзевый фланг. То есть вот такая... Такая вот... Проблемная позиция для белых возникла. Конь висит. Оставлять его под боем неохота. Белые пожертвовали уже пару пешек. То есть если коня отыграют, но всего лишь за одну пешку, непонятно, чего белые достигли. То есть, может быть, стоило немедленно отдать на G5. Но в этом случае совершенно очевидно, что у черных никаких проблем нет. Угрожает Х2 шаг. Сейчас последует длинная аркировка. Все фигуры черных расположены уже... Уже находятся в игре, не расположены на хороших позициях. На королевском фланге великолепные предпосылки для создания атаки. Конечно, это... Мне не понравилось. Я, конечно, ход конь бьет G5 видел. Ну и потом лишняя фигура. Кто же в детстве... Хотя мне там уже 16 лет было. Ну, кто же вот так отдает ни за что коня обратно. Сохранить и реализовать. К сожалению, удар, коль бьет Е5, был, но не учтен. Брать на Е5 нельзя из-за слонцы 5 шаг. После G3, но еще хуже король H1 из-за того же хода. Белые остаются и под атакой, и без огромного количества материалов. Чтобы не потерять ферзя, им прямо сейчас надо уйти. Конь... Ладья ничем не может быть защищена. Если белый конь куда-то отойдет, то последует GF шаг, ладья H1 шаг и съели ферзя. Вот. Но проблема белых еще и в том, что если ферзя убрать, то после GF потеряется конь на H2, будет угроза ладья H1 и F1 ферз. В общем, позиция совершенно безнадежная. Впрочем, если не брать коня, тоже перспективы белых не впечатляют. Пришлось делать ход уже развитой фигурой. Я понимал, что это нехорошо. В детстве учили, что не надо в дебюте ходить одной и той же фигурой дважды. Здесь белые слона вывели на C4, потом на D3, потом на E2. И черные просто заканчивают развитие. Конь неприкосновенен. Съесть его хочется. Поэтому ход B4 был сделан. Поле C5 у черного слона отняли. Но мы видим, что развитию ход B4 отнюдь не способствует. И черные приступили к матовой атаке. G3. Если конь уйдет, ну, тут глаза разбегаются просто. На конь F3. Хорошо, как конь G4. Конь идет при случае на F2. Неплохо, наверное, и просто взять на F3. Со сдвоением дальнейшим по линии H. Важно, что у черных есть очень серьезный ресурс. G4, F3. В нужный момент они всегда откроют позицию белого короля. Не менее важным здесь является вот в этой позиции то, что ход B4, конечно, был идейным. Но развитию фигур он не способствовал. Поэтому ход DE не менее идейным, чем ход B4. Но после ладья бьет H2 защита, длинная рокировка и ладья D на H8 с матовыми угрозами удовлетворительной защиты просто нету. Мне удалось найти подобие защиты. Очень надеялся здесь, что противник сыграет ладья D на H8, оставит ладью под боем. Я съем. Ну, как-нибудь вот так, допустим, что партия будет продолжаться. Ладья D на H8. Конь бьет H2. Ладья бьет H2. И потом он будет как-то пытаться ферзя перевести на H8. И пока ферзь туда идет, у белых появится какое-то время на то, чтобы завершить развитие. Ну, или что-то пожертвовать на F4. Слона или ладью. Неважно. Чтобы потом с пешкой G3 бороться. То есть что-то пожертвовать и как-то отбиться. Ну, конечно, опытный противник никаких шансов не дал. После ладья H6 угрожает ладья D8, ладья H1 и мат. То есть вот грозит мат в один ход. Король F1 играть надо. И теперь не ладья H1 шаг. То есть белым не дают никакой передышки. Угрожает слон бьет G2. На король бьет G2 ферзь H3 и ферзь H1 мат. Попытка хоть как-то этому воспрепятствовать, она ну, она безуспешна. То есть все равно угрожает слон бьет G2. И даже на конь бьет G5 следует слон бьет G2. Здесь я сдался, потому что на взятие на G2 следует ладья H2 шаг, король G1, два шага ладьей и ладья F2 мат. То есть защиты от двойного вторжения с дальнейшим матом на F2 у белых нет. на мой взгляд совершенно великолепная партия. Я даже не расстроился. С этого турнира, кстати, непременно будет еще одна партия, которая мне уже очень нравится. И что самое главное, то есть вот именно после этой партии я пообщался со своим противником, узнал главные недостатки в своей игре и начал молниеносно исправлять. Как это незабавно звучит, несмотря на вот такой разгром во втором туре, в турнире мне удалось поделить первое-второе место со своим однофамильцем Олегом Борисовичем Козловым. При этом у нас вроде бы даже дополнительные показатели оказались одинаковыми. То есть в 16 лет, несмотря на полное неумение играть, общение с сильными шахматистами позволило мне решить целый ряд позиционных проблем, устранить целый ряд позиционных проблем. Нет. Целый ряд позиционных кого? Ляпов в своей игре. Вот так можно грамотно сформулировать. Вообще вы меня извините пожалуйста за слова паразиты и так далее. Я с этим борюсь. Несомненно я это поборю. До новых встреч. С вами был международный гроссмейстер Роман Ивич. До свидания.